Привет, друзья! Друзья, область вкуса снова на ваших экранах, рад вас приветствовать. И глядя на нашу доску, вы, возможно, сможете подумать, а ты не лоплешь, лысенький? Не переживайте, поскольку у нас сегодня в студии будет трое, а именно Ярослав Корольков и Дмитрий Ткаченко. Парни, привет! Давайте вот так кулачками. Привет! По карантинному, да? По карантинному. Рыбаки-бизнесмены. Вот так я вас сегодня представлю. Это правильно же? Да. Я неспроста начал именно, что вы рыбаки, поскольку я читал о вас. Как долго вы занимаетесь вот этим настоящим, как мне кажется, мужским делом рыбалкой? Сколько лет? Наверное, Ярослав пусть начнет. Он, у него третье поколение. Я про свою рыбалку расскажу. Я с младенчества, наверное. С самых младших лет мы с дедом. Прям дед меня таскал. Я вот, честно, осознанного возраста даже не вспомнил. Но помню вот такие моменты, где мы после первого класса с дедом, зима, у него жигули копейка, мы садимся. Классик. Он грузит. Дед для меня грузил, да, постоянное кресло, настоящее совдеповское кресло. Мы выезжали на Амур, дед долбил лед 80-сантиметровый, делал лунки. Я только тогда выходил, садился в кресло, меня укутывал, давал махалки, я махал. Обалденно. Да, и прям, ну это такие живые, ну такие живые воспоминания. А так дальше, дальше больше. Я сам с Комсомольск-на-Амуре, поэтому там рыбалка это, у кого-то это просто образ жизни и средство для существования. Вот я в Комсомольск еду по-любому, рыбалка у нас 100 пудов. Неотъемлемая часть вашей жизни, да? Хорошо, я понял. Всей вашей семье рыбацкой привет. Дим, как у тебя обстоят дела с этим? Да, у меня вообще все плохо, если сравнивать с Ярославом. У меня рыбалка была озерная, гальяны, ротаны. Я был лучший в детстве по поимке в банку, знаете, делал в гордушках, в банку закидывался. Вот я там профи просто, там рвал всех, банку закинул, гальянов, ротанов наловил. Мне кажется, прямо сейчас как раз-таки нужно познакомить зрителя с вами. Кто это такие, кто эти замечательные парни, прямо сейчас расскажем. Смотрите. Ярослав Корольков и Дмитрий Ткаченко – партнеры по бизнесу. С недавних пор вместе занимаются производством рыбной продукции. Ярослав родом из Комсомольска на Амуре, рыбак в третьем поколении. Признался, что не ест мясо, но уважает рыбу. Женат, есть ребенок. Кроме переработки рыбы, занимается криптовалютами и инвестициями. Его напарник Дмитрий Ткаченко – уроженец Новокиевского увала. Рыбачить любит с детства. Закончил речное училище по специальности «Морской штурман». Прошел на судне семь морей и несколько рек вдоль и поперек. Там и полюбил красную рыбу. В бизнесе больше 10 лет. Хобби – чтение книг, прогулки на велосипеде и бег. Друзья, самое время перейти к приготовлению. У нас сегодня очень много рецептов, точнее три. С чего мы начнем? Мы начнем с разделки рыбы. То есть у нас три позиции. В каждой позиции участвует своя рыбка. Здесь у нас сазан. Узнали. Да. Уже почищенный, уже без жабер. Здесь ленок, он еще в полумороженном состоянии. Да, то есть он еще, вот он, твердый. Мы его промыли, удалили. Это как раз ленок для талы. Да, для талы. И нерка. Отлично. Нерка холодного копчения. Запах от него просто божественный. Ну, приступаем. Если нужна будет моя помощь, сразу говорите. Я займусь разделкой рыбы. И начнем с ленка. Пока он еще мороженый, потому что для талы рыбка нужна подмороженная. Разделка любой рыбы начинается, ну, то есть с каждой, конечно же, по-своему. Где-то надо чешуи снять. В данном случае мы чешуи не снимаем, мы ее обешкуриваем. То есть снимаем со шкуры. Хорошо. Как это делается? Сначала обезглавим. Дим, может быть, ты приступишь к салату? Да, я тогда для зрителей презентую его. Это праздничный салат из рыбы семейства лососевых. Но в нашем случае это будет рыба нерка. Мы будем готовить из нее. Поэтому давайте тогда тоже начнем. И что первое мы сделаем, это сделаем сыр. Подготовим сыр. Просто на терке? Натирается сыр. Берем из ингредиентов у нас сыр, яйца, зелень, помидоры. Ну и, конечно же, самый главный гость, да, это наша нерка. Хорошо. Поэтому натираем, берем 90 грамм сыра и в мелкую натерку натираем. Я так понимаю, салат будет идти слоями, да? Да, все верно. Это напоминает мне сельдь под шубой классическую, но по вкусу это будет нечто иное. Как Дима сказал, это будет бомба. Я на самом деле кайфую сегодня от нашей программы, потому что, во-первых, я очень люблю рыбу, как человек Балтики. А во-вторых, я люблю ничего не делать. Поэтому пока просто постоим, посмотрим. Владос, почисти яйца, пожалуйста. Вот. Дим, ты знаешь, в чем я спец. Делегировать полномочия надо, поэтому... Это правильно, это правильно. Ленок, хариус, таймень. Кстати, ленок – это тоже семейство лососевых. Вот, только ленок, он обитает в речках горных, он не спускается в море, да, в Атлантику, где у нас кита и нерка проводят большую часть своей жизни. Раз мы разговариваем про ленка и так интересно, я думаю, с ним нужно познакомиться чуть ближе. Поэтому вот вам профайл про ленка. Ленок – хищная пресноводная рыба из семейства лососевых. Достигает длины 90 сантиметров и веса 6,5 килограмм. Ленок, будучи молодым, держится стаи на мелководье. А более крупная особь любит горные реки. Молодь питается зоопланктоном. Осыпь постарше ест личинки различных насекомых. Крупные особи ленка могут проглотить даже мышь или лягушку. Ленок встречается в горных реках и озерах Дальнего Востока, Сибири, Приморья, обитает в Байкале и его притоках. После такого приятного знакомства с этой рыбой, я предлагаю приступать к приготовлению следующей. Ленок у нас уже заготовлен, мы его закинули в кастрюльку и надо будет его замариновать. Да, мы сейчас сделаем маринад, мы его замаринуем. Дмитрий мне поможет, сейчас он нарежет одну луковочку. Мы с вами с перцем и заправим уксусом и отправим в морозильную камеру. Он должен у нас там постоять и взять свое. Так, здесь у нас ленок, лук, перец. Ленок, лук, мы сейчас перец, нужна соль. Это не истинно последняя инстанция, это рецептура. То есть кому-то лук больше нравится, кому-то меньше лук нравится. То есть главное понять концепцию, а там уже по желанию. Ну и перцы довольно-таки не хватает, как я люблю. Да, да, перец. Сколько соли? Солим, вот столько. И все? Это достаточно? Да, этого будет более чем достаточно. И самый главный сейчас решающий, основополагающий аргумент, это, конечно же, уксус. Ага, а его сколько? На килограмм одна столовая ложка уксуса 70-процентного. То есть не разведенного, не яблочного. Но у нас здесь нет килограмма. Уксусная кислота. Да, у нас здесь нет килограмма, у нас здесь, да я вам сейчас скажу, если тут будут лисы. У нас тут грамм 550. 556. Да, да, 558. Да, ну и у нас и ложечка не такая столовая. Да, она больше такая между залом и прихожей. Да. О, я думаю, нормально. Да, вот столечко. Отлично. То есть мы сейчас это все дело добавляем. И перемешиваем. И перемешиваем. То есть обратите внимание, да, мясо начинает потихоньку белеть. Да, белеть. То есть оно начинает потихоньку ввариваться. Все. В конце всей трапезы нам необходимо ее придавить. Да. И отправить в морозилочку. Ну, собственно, господа, вы продолжайте заниматься процессом приготовления. Я в морозилку. Про сазана, что могу сказать? Вообще рыба одна из таких самых жирных. Вот на Нижнем Амуре, если толстолоба называют коровой, потому что он ест траву. Серьезно? Да. Я не знаю. Он в тальниках, вот заходишь, особенно, когда идет нерест, в тальниках, прям тальники ходят ходуном, он их кушает. Это речная корова. Да, у него речная корова. То это речной поросюшкой называется. Вы сегодня просвещаете меня настолько, что... Да, то есть сазану это по умолчанию идет как речная свинина. Почему? Потому что он очень жирный. Да, он и похож на порося. Очень. При выборе рыбы всегда обращайте внимание на жабры, но тут уже жабера нет. И глаза. Да, и глаза. Глаза должны быть довольны. Улыбающиеся. Да, жабры красные, он должен немножко улыбаться. И плотность мяса. Плюс еще надо надавить, да? Надавить, то да. Но опять же, сазан это не тот случай. Сазан в силу своей жирности, даже если он там полежал, он не поймешь. Он не поймешь. То есть, если начали кости уже выступать из мяса. Тогда понятно. То это все, до свидания. Все, хорошо. Давайте тогда приступим к нему. Разрезаем. Дмитрий, как там дела? Салат. Да. Все верно. Возвращаемся. Расскажи нам нарезку мы видим уже. Да. Мы нарезали кубиками помидоры. На терке натерли сыр. Хорошо. Вот. Нам осталось, сейчас я доделаю еще один помидор. Потом перейдем к яйцам. Сделаем яйца и зелень. И в дальнейшем уже будем делать укладку. Занимаемся укладкой? Занимаемся укладкой. Ну, нерка, соответственно, крайняя у нас останется. Хорошо. Парни, я хотел поговорить непосредственно о вашем бизнесе. Как вы к этому пришли? Ну, понятное дело, в силу того, что вся жизнь связана с рыбалкой, вы занялись непосредственно рыбой. Как возникла идея? Производство и продажа рыбной продукции. Производство включает в себя переработку рыбы. То есть мы делаем холодного копчения. У нас есть камеры для производства холодного копчения и красной рыбы. Делаем скумбрию на этом оборудовании. Есть сушильно-вяльные камеры, где мы делаем сушильно-вяльную снековую продукцию. Соответственно, предлагаем рынку на сегодняшний день продукцию из... Мы его называем премиальным сырьем, потому что сырье тоже разное, рыба разная. Несмотря на свое название, есть, допустим, даже если взять киту, она у нас есть серебрянка. То есть это та кита, вылов которой происходит в море. И есть кита, которая происходит лов в устьях реки. То есть она уже не рестовая. Соответственно, предпочтение к качеству, из чего нужно производить рыбу. И она будет действительно по вкусовым качествам, по своей насыщенности, по полезности. Ну, конечно же, предпочтение рыбы серебрянки. Я, с вашего позволения, а можно попробовать? Да, конечно. Да? Я возьму свой большой ножик и вернусь к вам через секунду. Самурайс? Как тебе, Ярко? Это невероятно. Слушайте, почему она такая вкусная? Я вкуснее рыбы не ел года три. Мы раскроем небольшие секреты. Мы не можем, как производители, говорить все. Есть коммерческие тайны. Есть коммерческие тайны, которые мы не можем оглашать. Но, скажем так, мы заботимся о нашем потребителе с точки зрения, первое, а мы не добавляем красителей. То есть, это ее, естественно, это натуральный цвет. И порой часто покупатели говорят, должно быть ярче, должно быть красивее. Но я вам скажу, как покупатель, да не должно. Это идеально. Это ее цвет, да. Ну и вопрос, опять же, сырья. Мы возвращаемся к качеству сырья. Чем выше и качественно, не премиальнее сырье, тем будет вкуснее. Сам продукт уже готовый. Парни, с каждым кусочком я прям чувствую вашу заботу обо мне. Это вот нереально. Если говорить о полезности, продолжим. В нерке много витаминов. Это витамин В, В6, В9, В12, Омега-3, аминокислоты. То есть, тот, кто следит за питанием. Нерку можно кушать смело, горбушу. Благодаря чудесам монтажа мы снова возвращаемся в чистейшую студию и расскажем о том, что мы уже успели сделать. Здесь мы замешали кляр. Ярослав, давай рассказывай, что за кляр. Кляр, ну, мы вообще взяли по пути наименьшее сопротивление. Вот и взяли по пути наименьшее. Это логично и правильно. Вообще, кляр традиционный из моего детства. Это просто мука, яйцо, вода. Можно чуть-чуть маслица. Можно маслица. Я, опять же, за авторство. Кто-то кляр делает вообще с манной крупой. Кто-то с панировочными сухарями делает кляр. Кому-то, ну, тут такая же, я за свой год творчества. Кому как нравится. Да, мы пошли по пути, вот. Дабы, дабы нам быстренько приступать к обжарке, мы давай, наверное, отдадим рыбу Диме. Да, вот давай другой кусок. Да, вот этот. А почему это? Помощнее. Он побольше. Здесь жирок. Хвостовая часть, она по умолчанию будет, смотрите, это же мышца. Да. Она покладнее. Да, рыба же хвостом работает всегда. Всегда она, и здесь будет мясо, оно будет пожёстче. Двёрдее, да. У любой рыбы. Ну, тогда эту часть я оставлю. Да, мы её оставим. Пусть будет. Хорошо. Влад, обрати внимание. Пласт. Почему назвали его пластом, да? Потому что рыба, когда идёт производство данного вида рыбы, это не тиша, это не балык, это не филе красной рыбы. Это идёт конкретно пласт. Всё, что я люблю, перечислю. Да. Это всё просто здесь, вот всё, что ты любишь, ты идёшь и покупаешь вот это мне, вот это, вот это. Только без балык. А сейчас тебе это не надо делать, тебе надо просто найти вот этот продукт, который подаётся уже в магазине в виде пласта. Ага. Просто рыбка режется пополам вдоль хребта. Ну, да, да. Всё, и остаётся у неё филейная часть, тиша и спинка, балык. Вырезается в сам хребет, то есть покупатель уже не получает вот этот вот большой, там, массивный, да, вот кость. 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 Кость, да. Её просто нет, она не входит в вес, и ты за неё не переплачиваешь, ты уже получаешь чистое мясо. Это круто. Вот это круто. Поэтому мы будем, вообще этот салат можно делать и со спинки, и с филе, то есть без разницы. Поэтому мы миксанём, мы сразу разрежем её и сделаем салат уже из коста. Это будет хорошее решение, я согласен. Так, мы будем сегодня жарить, раз уж в рыбе столько витаминов и омега, и всё остальное, я предлагаю пересытить наш организм омегой, потому что у нас есть вот такое замечательное масло. Здесь и 3 омега, и 6, и 9, витаминов куча. Поэтому будем жарить на нём. Согласен? Да, я согласен. Всё, тогда давай я сейчас... Кстати, мы вот с супругой уже, наверное, года 3 только своего масла. Серьёзно? Вообще молодцы. И мы не едим мясо. Только рыбе? Мы рыбой морепродукты. Сколько масла, смотри. Масла, чем больше, тем лучше. В этом случае нам нужно, чтобы... Самое классное. Да, 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 самое классное. Заживчат. Высокая степень. Ну, то есть не дымится вообще, не горит. Масло суперское. В Амурской области производят сою, которая славится своим качеством на всю Россию. Именно из неё делают соевое масло жемчужина Амура. Благодаря особым технологиям его создают идеальным для любых блюд. Жарите вы, печёте или консервируете. Масло жемчужина Амура без запаха и имеет тонкий ореховый вкус. Поэтому им здорово заправлять салаты или печь с ним десерты. При этом в масле содержится огромное количество полезных веществ. Например, омега-3, 6 и 9, а также различные витамины. Жемчужина Амура. Амурский продукт для всей семьи. Жемчужина Амура. Амура – это масло из сои, которое славится своим качеством на весь мир. Масло жемчужина Амура и рафинированное, и дезодорированное. То есть ничем не пахнет, не пенится и не дымит. Значит, отлично подходит одновременно и для салатов, и для выпечки, для жарки и фритюра. Жемчужина Амура. Амурский продукт для всей семьи. Первым слоем мы выкладываем помидоры. Помидор дает сок, поэтому для того, чтобы водянистый салат не был, мы его аккуратной ложкой выкладываем. Вообще, между каждым слоем мы будем добавлять майонез. Майонеза используем немного, на весь салат грамм 50. Он придаст вкус и насыщенность данного салата. Дальше мы сыпем сыр. Давай, давай, давай. Сыр, вот эту порцию, которая у нас сейчас есть, мы ее разделим на две части. У нас, получается, еще яйца, тоже их разделим на две части. То есть делаем несколько слоев. У нас в один слой будет помидоры и в один слой будет нерка. Мы готовы приступить к, как мне кажется, к самому важному, к самой важной части вкуса для рыбы. Это соус кисло-сладкий. Вообще, такой, знаете, уже традиционный для нашей области, для Дальнего Востока, соус к рыбе кисло-сладкий. Да, мы сейчас его сделаем, ну, в таком, скажем, не особо традиционном исполнении. Я опять же про авторство, да. А, то есть тут не будет, не будет, ну, чего-то точно не будет. Чего-то точно не будет? Уже что-то забыли. Они не нарезаны. Да, за основу у нас сейчас идет... Сок ананаса? Да, сок ананаса. То есть вот ананас как раз с баночкой ананаса свели. Вот, ну, тут где-то полстаканчика. Кладу 2 столовые ложки томатной пасты. Опять же, особо там никаких предпочтений к производителям у меня нет. У меня все, вот, знаешь, по наитию. Ну, я понимаю, да. Увидел с полки, схватил. Вкусно, да, наверное? Да, да. Я такой же покупатель, честно тебе скажу, абсолютно. То есть ты не ешь на другой конец города? Нет, что ты. Я если вижу, то что написано? Это паста томатная. Причем это все понятно. Да. Объясняем. Да. А это уксус яблочный. Это уксус яблочный. На меру же, что написано, и все понятно сразу. А дальше уксус. То есть сейчас это все греем активненько. Нам надо это все прокипятить. Подогреть. Таким показ, чтобы вот у томатной пасты у нее есть такой легкий железистый привкус, чтобы он ушел. Да, да. Тем более еще в соке. В соке, да. И мы сюда добавим. Давайте. Вы сильный? Вы как по уксусу? Я средний. Я средний. Я средний. Я средний. Саша, лис на среднем. Хорошо. Две столовые ложечки. Две столовые ложечки вы не против? Нормально. Нормально говорит он. Поехали. Все. Хорошо, погнали. Этого более чем достаточно. Сейчас ждем, пока закипит. Что мы дальше делаем? Крахмал. Крахмал, мы добавляем воду. Кисель все ели. Я на нем вырос. Как ты видишь, меня даже на нем немножко разбарабанил. Это все из-за киселя. Хорошо. Пожалуйста. Так, а все уже, да? Давай выбрасываем. То есть мы добавили крахмала. Буквально там две столовые ложки где-то было. Ну, это просто для того, чтобы загустить тесно соус. Да, да, чтобы он был такой, как этот. Сейчас важное, ответственное задание, ребят, надо нарезать вот весь чеснок, то, что был приготовлен очень-очень-очень мелко. Весь? Да. Так, ну давайте попробуем. Давай делим половину. Давай. Вот она консистенция соуса, да? Который мы будем жмем. Да, да. Все, у нас кубики, ромбики, квадратики. Все есть. Соус готов? Да, пусть он остывает. Мы его дальше уже... Я за тобой? Ты за сетейником? А, точно. Я за тобой. Давай. Все, разбежались. Встречайте. Я что делать буду? Будь здесь, охраняй продукты. Мы рады, что на нашей кухне соевое масло «Жемчужина Амура». Из программы в программу с ним мы воплощаем свои кулинарные фантазии. Печем, жарим, готовим соусы, ведь оно без запаха, не пенится и не образует дыма. «Жемчужина Амура» – амурский продукт для всей семьи. В 2019 году соевое масло «Жемчужина Амура» вошло в 100 лучших товаров России по результатам одноименного конкурса. Его выбирают не только россияне, но и жители Китая, Кореи и Вьетнама, куда экспортируется продукт. Ведь наше амурское масло не только выдерживает высокие температуры при обжарке, но и отлично подчеркивает вкус любимых блюд. «Жемчужина Амура» – амурский продукт для всей семьи. «Я сходил в подвал, взял махло на все-таки включил. Вообще, и рыба сегодня является жемчужиной нашего вечера, поэтому, кстати, вот уже начинает нагреваться, да, сковорода?» «Тоже Амура» «Тоже Амура» «Толу принесли, сморозил очки, видишь, она такая консистенция, она подмерзнет, должна так сверху, вот она». «Наше подмерзнет, потому что она холоднючая, и светлая стала, светлая». «Да, мясо, вот сейчас уксус, он подварил рыбку». «Не горит, не дымится, не пынет». «Не брызгает, вот это самое главное». «А как проверить, она уже подошла?» «Кидай чесночок, давай мы». «Все, готово?» «Она готова». «Так, и в чем вау-эффект?» «В чем вау-эффект? То есть мы сейчас в раскаленное масло…» «Опускаем чесночок?» «Опускаем чесночок, даем ему прям…» «Схватиться?» «Схватиться». «Угу». «Отдать маслу свой вот этот вкус». «Вкус чесночный, да». «Масло тут…» «Сколько здесь? Пол стаканчика где-то?» «Да, я думаю, что не больше». «Вот он, вот он, сейчас сколько он начнет коричневеть». «То есть как только чеснок приобретает такой легкий золотистый оттенок…» «Да, вот…» «Вот сейчас, да?» «Вот…» «Вот еще чуть-чуть. «Рано, рано». «То есть поймать момент. «Да». «Важно». «Да». «Чтоб не было поздно». «Туда, главное не прощелкать». «Вот, вот он, вот видишь, вот они, вот-вот-вот начались первые…» «Все, я запомнил». «Это знак, что…» «Пора». «В ледяную рыбу мы ввели…» «В масляное, масляное. «В ледяную рыбу раскаленное масло, да что же вы творите-то скажут». «И мы его размешиваем». «В масляное рыбу…» «Давайте пробежимся по списку, друзья мои. «Рыба в кисло-сладком есть, тала есть, салат с неркой есть». «Я даже не знаю, с чего начать». «Я так долго ждал этого момента». «Давайте, наверное, с салатом». «Ну, я думаю, мы же всегда, когда кушаем обед, мы всегда салатом начинаем». «Абсолютно логично, да. Поэтому давайте вместе». «Потом к холодным закускам, потом кашу…» «Я переживаю, давайте вместе». «Нет, шучу, конечно, я вам доверяю». «Ну, мы полчасика подождем». «Минуту ждем, потом едим. Ага. «Запомнил?» «Это нерка». «Это божественно». «Я сейчас не вру, потому что, ну, это действительно безумно вкусно». «Вот это вот сочетание нерки, яйца, легкого майонеза». «Да, там совсем чуть-чуть». «Помидорки». «Помидорки». «Ммм, класс». «И злучок он добивает вот этот». «Пум». «Да, самый главный эффект». «Холодная закуска». «Холодная закусочка». «Тола из ленка». «Ммм». «Вы меня, мужчины, сейчас, наверное, поймете. «Под эту закусочку нам кое-чего не хватает». «Мммм». «Ну, и формат программы нам не позволит этого сделать». «Да». «Оставляем». «Очень вкусно». «Очень вкусно». Действительно невероятно вкусно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я хочу вот прям вот так кусочек снять. Во-во-во-во. Вот отлично. Смотрите. Дим, вот. Спасибо. Вот возле реберной части с косточками вообще никаких вопросов. У меня тут маленький вопрос есть. Но это никоим образом не скидывается. Ориентируйся на плавники. Вот здесь вот плавнички. Я всю жизнь так делаю. Да, держи, 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 однитель сюда. Парни, я должен выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю программу, поскольку, во-первых, это было легко, это было весело, это было вкусно и есть вкусно. И красиво. Немаловажный эффект, да. Красота, она всегда в строку и спасет мир. Я вам желаю успехов во всех ваших начинаниях. Друзья, вам напоминаю, что сегодняшнюю программу вы можете посмотреть на нашем сайте amurobl.tv, в Instagram в нашем аккаунте, ну и, конечно, на Амурском областном телевидении и на общественном телевидении России. Я должен уже прерваться, поскольку не могу остановиться, не поглощая эту всю вкусноту. Вам желаю приятного аппетита. Обязательно попробуйте эти рецепты у себя дома. Все, область вкуса. Спасибо, пока. Партнер проекта бренд соевого масла «Жемчужина Амура» – натуральный продукт для полноценного питания вашей семьи, произведенный из амурской сои. Идеально подходит для жарки, выпечки, заправки салатов и первых блюд. От салата до фритюра – все с «Жемчужиной Амура». Спрашивайте в магазинах вашего города. Благодарим за предоставленное место съемки торгово-производственную компанию «Альбера Фэмили». Продолжение следует...